приветствую вас дорогие зрители приглашаю это время провести вместе со мной я выехала в город и сейчас нахожусь в парке ожидаю дочку хотела сделать стрим но что-то с интернетом не не очень все в порядке и не загружается стрим к сожалению а так бы мы пообщались на очень важную такую тему когда приходит тупик жизни бывают такие моменты иногда они связаны с кризисными периодами это определенные годы мы знаем у деток особенно кризис переходного возраста дошкольного возраста но взрослых людей тоже бывают такие моменты когда действительно идет так называемая перезагрузка или трансформация или как говорят да что-то разрушается прошлое что уже так ты жить не можешь а по-новому ты еще не умеешь поэтому вы знаете в последние дни я тоже анализирую свое состояние тоже понимаю что приходит изменения и в характере в поведении восприятие и в общем то есть ли та надежда если та вера которая была в общем то еще совсем недавно несколько лет десятилетий назад когда ты был молодой казалось вся жизнь идет будет впереди ну я живу там где война и в общем то действительно надежда имеет такой тенденции что они то тухну то гаснут то снова возгораются так происходит и сейчас у меня особенно пройдя определенный рубеж и жизненный возрастной я прекрасно понимаю что сейчас надо как-то трансформироваться на новый этап жизни надеюсь что он будет тоже более-менее жизненно устойчивый и стрессоустойчивый но жизнь будет распоряжаться может быть так как она считает нужным и вы знаете сейчас у меня приходит действительно ощущение тупика в жизни но потому что война безысходность очень много что хотелось бы сделать еще и ты чувствовал какой-то физически может быть потенциал планы проекты это все как бы отменилась еще приходит осознание того что ну мы многодетные родители что уже дети одни достаточно взрослые и мы совсем недавно были такого же возраста и я вот вспоминаю этот возраст какие мы были совсем недавно а теперь дети такого же возраста это тоже меня немножечко шокирует что вроде вроде только мы такие с мужем были а теперь уже дети которым по 40 лет ну примерно плюс минус вот приходит ощущение тупика где я живу признаюсь вам честно случилось так более случая что мы переехали из из очень большого города областного города небольшой такой город как мне кажется это город брежнева в украине вот но много десятилетий мы были заняты постройкой дома дети вырастали до учеба в общем то а сейчас уже все проекты здесь сделаны и я понимаю что я находясь в этом городе не могу не только не реализовать какие-то свои возможности проекты хотя какие у меня уже могут быть проекты в моем возрасте я просто запросто не могу даже куда-то пойти да у нас есть театр в принципе куда сейчас ходить сейчас одни сирены бомбоубежище вот ну вот как-то этот город меня вводит в депрессивное состояние я сейчас нахожусь в парке прожив 30 лет здесь этого парка не было и мои дети выросли среди среди песков среди ветров просто вот в таком в таком вот ничего город за это время не сделал я не делал я не беру войну я беру до войны то есть 30 лет город только город металлург когда казалось бы такое производство такие возможности и город просто так убого прозябал все что было построено в период прежнего вот это все на что население могло рассчитывать да и здесь определенная инфраструктура но я еще раз хочу сказать имея такие резервы в этом города город действительно настолько убогие настолько пессимистичны настолько депрессионный что действительно вот если молодежи говорить о работе какой-то перспективе ну вот и металлургический химический комбинат как говорится еле-еле дышит но сейчас это война а в общем то по моему возрасту тоже я вот как бы оглянулась где я что я я даже не в городе я живу сейчас в своем дочи доме это дача как говорится за высоким высоким забором вот в принципе одно и то же огород консервация приготовить кушать и мне кажется что да если с точки зрения здоровья ой природа погода растения натуральные продукты это все так очень хорошо но такое ощущение что загнала себя просто вот за высокий за высокий забор но если расположить то что так бог управил тогда в общем то да вы знаете наверное последние какие-то моменты когда птица бьется крыльями в окно вот хочет вылететь куда-то на свободу скорее всего вот это вот у меня сейчас такое состояние я не понимаю где я что я и как будет все впереди это состояние еще извините у меня здесь какая-то туча мелкой-мелкой мушки я знаю что это за мушка она очень опасная такая поэтому буду периодически отмахиваться от нее еще может быть это связано с тем что я вернулась с эвакуации вот и очень сильной тревоги в пессимизме и как я говорю что надежды и в общем то уже конечно терять нельзя но реальность показывает о том что это очень долго бесконечно стрессовое состояние и физиологически организм действительно может входить вот в такой пессимизм а может быть даже в депрессию это тоже могут быть такие первые сигналы о том что нет удовлетворенности нет перспективы хотя какая для меня уже перспектива да а посиди а полежи на седьмом десятке вот поэтому наверное это больше пессимизм за прошлым пессимизм за прошлым вот я так думаю вот бывают ли у вас такие моменты жизни как я говорю тупик жизни что вас не устраивает так где вы живете как вы живете где вы работаете или то что вас перспективе у меня сейчас такой период какая-то перезагрузка скорее всего это осень осень тоже имеет такую тенденцию пессимизма может быть тревога о том как мы переживем эту зиму военные действия у нас очень близко и это тоже дает какой-то отпечаток в плане того что все то что нажито непосильным трудом это все просто может накрыться в один день одним снарядом это тоже может платить такое состояние слава богу в отношениях все как бы хорошо благополучно с мужем с детьми это дает какую-то опору какую-то поддержку вот практически наверное сейчас идет как новый поиск себя новый поиск себя что представляет женщина в таком возрасте что она может на что она может рассчитывать вот ну и конечно здоровье 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 которое в общем то у многих оставляет желать лучшего поэтому пожалуйста напишите мне бывает ли у вас такие моменты и помогает что вам помогает выйти из такого состояния я сейчас ожидаю доченьку здесь рядом парк мы здесь гуляем с внучками приезжали гуляли с внучками ну а вот сейчас я приехала и сижу одна сижу 1 в этом парке с каким-то таким настроением интернета нет выйти к вам в стрим нет возможности и это тоже меня немножко расстраивает поэтому напишите мне какие у вас есть способы поддержать себя в такие минуты желаю всем крепкого здоровья чтобы у вас все было здорово